я иногда очень люблю дождь это какое-то умиротворение это какой-то релакс слушать его иногда засыпать когда не можешь заснуть приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова я открыла окошко у нас окна вот так отодвигаются чтобы показывать вам эту прекрасную природу эту прекрасную погоду вот такая погода у нас за окошком но начинают распускаться деревья начинают начинают вылезать листики и в общем это все конечно же придает другое настроение дождю весна вот так вот на балконе висит такая веточка в общем такое вот настроение ну а у меня настроение прекрасное надеюсь она таким же будет и у вас и сегодня я хочу вам показать что же я связала так минуточку я или мои рабы один комментарий меня очень рассмешил девушка написала мне что она не верит что это все вяжу я что у меня либо вязальная машина работает дома либо куча рабов ну да смешного спасибо вам за такие комментарии они очень поднимают настроение очень веселят в общем все нормально ну связала конечно же это все я в крайнем ролике я вам в конце ролика как сюрприз показала что я начала вязать вот такую красивую не знаю наверное это будет маечка я не знаю чем майка отличается от толпа напишите мне наверное своей длиной и изначально я задумывала это вязать как топ но вам вообще не передается цвет этой пряжи у вас он голубой на самом деле это ярко ярко бирюзовый цвет и сегодня во первых я хочу развеять миф о том что восточный метод вязания или восточные петли никак не годится для ажура что этим способом вообще невозможно вязать ажур хочу развеять этот миф показать вам этот очень простой но очень красивый узор как раз восточными петлями я вам оставлю информацию для вас если вы не вяжете восточными петлями как это связать вашим способом вязания ну пожалуй на этом и все все расчеты по этой маечке теперь уже эта маечка я вам дам в следующем ролике мне осталось связать совсем совсем немножко просто от слова чуть-чуть маечка будет только со швами по бокам я первый раз так вижу вот начинала вязать снизу как вы понимаете здесь у меня нет никакой вообще резинки просто сразу пошел вот этот ажурный это ажурная резинка называется узор или ажурные дорожки вы конечно можете здесь добавить свой край он может быть абсолютно разным но я вот хотела сделать по максимуму просто и красиво начинала вязать вот отсюда потом сделала безо всяких скосов плеча безо всего девочки это топ вообще для просто самых начинающих вязальщиц вы его свяжите будете удивлять будете поражать своей красотой здесь вообще вот слово от слова совсем нулевая сложность вязание просто нулевая сложность вязания довязала до определенной длины закрыла центральные петли то есть я вот вязала вот здесь закрыла здесь центральные петли пошла вязать второе плечо развернулась по второму плечу набрала недостающие петли пошла вязать это плечо и все вниз пошла вот этими дорожками вязать спинку в принципе здесь что спинка что перед они одинаковые но единственное когда вы определитесь что вы вначале вязали и спинку или перед то спинку в данном случае у меня вот это вот спинка спинку вам нужно связать на несколько сантиметров длиннее сейчас я вам покажу вот видите это линия подмышечной впадины здесь у меня вот единственная сложность это вот этот скос под мышкой но его можно и не делать можно просто прямо связать и получится тоже красиво но мне хотелось как-то определить немного спущенный рукав чтобы он получше лежал на теле я сделала вот здесь вот такой скос так вот когда вы будете вязать спинку и если разделить вот это расстояние пополам вот так вот да вы пошли вязать вниз пополам то в принципе мне осталось довязать до того момента когда я теперь начну сужать по переду я расширяла полотно а по спине естественно чтобы вывязать вот это в зеркальном отражении я буду убирать петельки так вот я дойду не вот столько до вот этого момента а немножко больше где-то на шесть сантиметров то есть чтобы вывязать так называемый росток чтобы вот это вот лодочка наклонилась вниз и вот это расстояние 6 сантиметров на него мне нужно увеличить длину спины и вот я увеличу это расстояние вот вы видите что лодочка уже пошла красиво лежать эти 6 сантиметров я провяжу на 6 сантиметров больше дойду до вот этого момента и начну сужать полотно и все потом его просто нужно будет сшить по бокам и маечка будет готова но у меня к этой маечке еще есть одни виды я ее хочу просто очень красиво украсить это будет пока секретика но поверьте думаю что должно получиться просто бомбически так что вот такая задумка значит горловина здесь просто обвязана крючком столбиками без накида несколькими рядочками то есть когда я добрала вот здесь воздушными петлями петли спинки по второй половинке горловины ну провязала там немножечко вниз и мне захотелось уже ну как бы закончить горловину и я ее обвязала были мысли просто добрать петли и связать что-то может быть платочной вязкой может быть той же резиночкой 1 на 1 или 2 на 2 но вот почему-то захотелось чтобы это было максимально просто и на мой взгляд вот такая обвязка крючком она просто идеально вписалась вот в эти вот дорожки и больше здесь абсолютно ничего не нужно но это на мой взгляд я еще не прятала вот ниточку после того как обвязала горловину вдруг еще какая-то мысля придет в голову чтобы это можно было легко распустить и переделать здесь буквально пару рядочков это не сложно будет переделать теперь конечно же вы можете горловину сами отрегулировать какой ширины она вам нужна у меня так скажем средняя если вы хотите поглубже ее сделать естественно тогда вам отсюда нужно отступить поменьше дать петелек расстояние на плечо и вот допустим отсюда уже начать делать вот эту вот дырку для горловины то есть вот отсюда нужно начать закрывать ее естественно прийти где-то вот сюда и с той стороны добирать тоже количество петель ну в общем я думаю что это понятно получается вот такая вот такое полотно с дыркой по центру безо всяких скосов плеча в общем и безо всяких вывязав горловины здесь просто закрытие тупое закрытие петель прямо и потом же такой же набор этого же количество петель сколько вы здесь вот закрыли столько вы же и здесь набрали чтобы продолжить вязать вот этот ажурный узор ажурную резинку вот и все я говорю единственная сложность это вот вот здесь можно этого не делать можно сразу связать пошире полотно и просто вязать вообще прямоугольник без вот этих скосов на аля рукавчик да что еще здесь здесь моя кромочная с накидом я вам ее еще раз напомню посмотрите как она красиво лежит в полотне вот такой вот ровный край получается и край который не требует вообще никакой дальнейшей обработки просто снимая первую петлю и провязывая изнаночную вы такого кром последнюю вы такого края не добьетесь здесь уплотненный край с накидом я вам еще раз его покажу потому что очень много вопросов я понимаю что многие люди приходят не хотят лазить там смотреть где это у меня у меня на канале этого момента очень много но поскольку я вам сегодня буду показывать этот узор и покажу соответственно вот этот красивый очень ровный край совсем забыла рассказать вам о пряже элеганс вот сейчас солнышка нет и видно как пряжа блестит но все равно цвет не передается и так это фирма я арт элеганс 50 грамм 130 метров у меня вот такого оттенка этот оттенок 115 350 грамм еще осталось у меня три полных моточка и мне точно хватит на все изделия по моей задумке пряжа очень интересная это хлопковый шнурочек видите с люрексом и люрекс в тон пряжи это особенность этой пряжи состав просто потрясающий 88 процентов это хлопок и 12 процентов это вот как раз вот это люрексовая пряжа значит мы с вами уже вязали образец из этой пряжи сейчас напомню и покажу еще какие оттенки у меня есть и какие проекты нас ждут и так вот такой образец мы с вами вязали кстати схема этого узора есть во вкладке в сообщество в сообществе заходите на главную страницу канала находите вкладку сообщества опускайтесь там пролистайте вниз там много полезной информации и не забывайте сегодня 24 число я уже сбилась со счету 25 числа у димы в магазине яр 21 будет пополнение этой пряжи элегант я вам ее от всей души рекомендую вот вы видите ажур вот вы видите более плотный узор с ажура ну здесь вот лицевую гладь очень хорошо можно рассмотреть минимум рядности я вижу недавно может быть у меня и она присутствует может быть у вас вообще ее не будет вот у меня 500 грамм вот этой бежевой пряжи оттенок 120 и еще у меня 500 грамм вот такой вот ярко даже не ярко наверное такой приглушенный желтый цвет тоже 500 грамм этой пряжи оттенок сто шестнадцатый вот они эти две упаковочки огромнейшие благодарю магазину ярм 21 который предоставил эту пряжу ну а эту пряжу я тогда заказывала в остатке забрала 7 моточков 350 грамм но мне хватит на вот эту прекрасную маечку пряжа великолепная я стирала образец он у меня не сел читала отзывы что он якобы садится не знаю девочки постираю майку тоже вам об этом расскажу пока я не заметила слишком большой усадки этой пряжи хотя в отзывах я читала но пряжа просто сказка ну а теперь давайте приступим вязать этот очень простой узор но я вам буду показывать своим методом вязания восточные петли тем методом который вижу и которым вижу я ну а вы смотрите под свой метод подстраивайтесь я покажу вам этот узор сейчас как он выглядит если посмотреть в записи вы можете сделать скриншот но я оставлю эту информацию в инфобоксе вот она ажурная резиночка первый ряд все петли лицевые этот ряд установочный а второй ряд две изнаночные накид две петли вместе изнаночная и вот этот алгоритм мы повторяем третий ряд две лицевые накид две петли вместе лицевая в вашем случае с наклоном влево я правда не знаю для какого метода вязания здесь написано влево то есть либо это бабушкин либо это классический но я покажу восточном у меня вообще никакого наклона не будет ну и четвертый ряд повторять со второго то есть в итоге здесь получается что всего два ряда лицевой изнаночные которые между собой повторяются а первый ряд я не считаю он установочный так что давайте вязать до чтобы связать этот узор вам нужно набрать количество петель кратное четырем плюс ваши две кромочные если вы вяжете обратно поворотными рядами но чтобы петли делились на 4 это важный момент по рекомендации по инструменту здесь рекомендуют 4 миллиметра спицы я и вижу спицами 4 миллиметра вот вы видите крючок тоже 4 миллиметра 500 грамм на вот такую кофточку ну джемперочек я думаю здесь где-то может быть 42 44 размер и так начинаем вязать узор вы набрали нужное количество петель которая делится на 4 плюс ваши две кромочные вот показываю сразу кромочную которая с накидом вот ваша петля входим в нее набрасываем нить чтобы нить рабочая была с этой стороны петли то есть слева не справа не вот так мы же можем и вот так снять нет нам нужно снять чтобы нить была с левой стороны петли провязали и и дальше вы провяжите просто лицевой ряд и это у меня изнанка что мы делаем провязываем 2 изнаночные петли делаю накид на крючок ой на крючок на спицу накид я делаю при своем методе вязание снизу и и провязываю 2 вместе и изнаночные у меня провязываются они очень просто теперь еще одна изнаночная и еще одна изнаночная все этот алгоритм мы сейчас будем повторять накид 2 вместе изнаночной и изнаночная обратите внимание я вижу восточным методом он вяжется за заднюю стенку петли еще одна изнаночная накид 2 вместе изнаночная провязываю 2 вместе как при бабушкином методе 1 2 я себе выработала такой ритм накид я знаю что первая у меня петля идет 2 вместе 1 2 3 накид 1 2 3 вот как только я себе вот такую считалочку выработала у меня сразу пошло вязание без безо всяких ошибок накид 2 вместе это 1 2 3 так идем до конца ряда и так я дошла практически до конца ряда это моя петля с накидом это кромочная и мне осталось сделать накид и провязать 2 вместе изнаночной и провязать кромочную кромочная с накидом понятное дело что в первом ряду у вас здесь не будет накида а в следующих рядах у вас везде будет вы будете делать в начале накид и в конце провязывать этот накид внимание лицевой то есть петлю с накидом вот кромочная вот наш накид мы провязываем лицевой и у нас получается вот такой красивый край с кучей возможностей посмотрите сколько у этой косички грани раз грань поворачиваем вот сюда здесь еще одна грань и если вдруг нам нужно будет продолжить вязать там рукав или какую-то обвязку у нас куча возможностей куда можно прицепиться при такой кромочной в общем этой кромочной я буду петь дифирамбы всегда я ее практически всегда это есть редкие исключения когда я вижу без нее а так это просто идеальный край так провязали мы второй ряд или мы можем назвать его первый ряд если не считать установочный потому что установочных рядов у нас не больше не будет и давайте вещи называть своими именами второй ряд он у нас лицевой получается вот опять я сняла петлю с накидом и провязываю следующим образом 2 лицевые накид и теперь 2 вместе лицевой у вас там написано с наклоном влево я провязываю просто своим методом вязание как я обычно вижу мой метод восточный 1 2 3 то есть алгоритм повторяется тот же только в изнаночном ряду у нас петли изнаночные а в лицевом лицевые и все накид 2 вместе 1 2 3 накид 2 вместе 1 2 3 накид 2 вместе 1 2 3 накид вот и весь узор очень легкий но очень эффектный я думаю что маечка будет красивейшая как сколько петель как я прибавляла сколько я оставила на горловину это все расчеты я вам расскажу когда топ или маечка будут готовы ну а на этом я с вами прощаюсь я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока пока